И среди участников глобальной волны встречаются любители критиковать всё и вся, а также ставить медицинские диагнозы. Но, как говорится, бог с ними. Хотя куда лучше было бы, если бы обсуждение идей, излагаемых в видео, проводилось бы в русле мозговых атак или мозговых штурмов, основным правилом для которых является запрет на критику. И именно для того, чтобы люди не стеснялись высказывать любые идеи, в том числе и абсурдные. Но в данном конкретном случае меня заинтересовала аргументация в отношении затрат времени и денег. И вот как раз в связи с этим новым явлением в мире современной физики. Американские учёные из Университета Райса открыли необычное свойство углеродных нанотрубок. Под воздействием сильного электрического поля, генерируемое катушкой Тесла, они выстраиваются в упорядоченную структуру в виде нитей. Учёные уже назвали открытое имя явление Тесла Форес. Явление наблюдается в том случае, если расположить нанотрубки на расстоянии порядка одного метра от слегка модифицированной катушки Тесла, резонансного генератора тока высокого напряжения и высокой частоты. Генерируемое катушкой электрическое поле вызывает колебания положительных и отрицательных зарядов в нанотрубках, в результате чего те выстраиваются в пространстве определённым образом, создавая длинные нити. В соответствующих видео можно наблюдать, как высыпаются нанотрубки в соответствующую ёмкость и как они в соответствующем неоднородном электрическом поле выстраиваются в линию. И вот тут-то я вспомнил о том, что в 1893 году англичанин Виллиам Армстронг осуществил же нечто подобное. Пропустив через два стакана с, грубо говоря, дистиллированной водой, Именно впервые продемонстрировал фактически тот же Тесла Форес, но с частичками воды в виде водяного мостика. Мостика, который может не только достигать Но и проявлять вполне определённые антигравитационные свойства. Что подтверждает и Михаил Михайлович Лавриненко, который рассказывал о том, как они проводили эксперименты с нагреванием воды Тем же высоким напряжением, в результате чего вес этой воды заметно уменьшался. И вот как раз в связи с этим я бы посоветовал своим критикам, Которые в чём-то и правы, Искать информацию о тех экспериментах и природных явлениях, Которым в частности и я мог бы дать в частности новые объяснения Или же внести, так сказать, дополнительную ясность. Субтитры создавал DimaTorzok